здравствуйте дорогие друзья honey badger large opener вот так называется этот нож если более менее сократить там всякие разные индексы которые расскажут вам из какой стали он сделан и прочие такие вещи вот именно такой нож у нас сегодня на канале давайте сразу с козырей о вот и все нож и открыт потому что что потому что правильно у него есть вот это вот с позволения это эмерсон вей вам назвать в общем вот такая штука чтобы открывать его за брюхи а в остальном это самый обычный нож от компании из юар у нас на канале есть большой ролик по поводу ножей honey badger и тут я не буду останавливаться на то что на самом деле все эти ножи являются одноплатформенниками отличаются только своими размерами и формами клинков которые в этих ножах используются то есть реально этот ролик имеет очень большое количество просмотров по меркам нашего канала поэтому я бы вам рекомендовал оставлю ссылку в описании если вы о ножах honey badger таких подробностей не знаете то сходить туда и увлекательно провести около получаса времени я там про все это очень и очень подробно рассказываю но почему этот нож оказался на съемочном столе потому что очень много раз под тем и под еще одним роликом в котором мы снимали тестирование одного из этих ножей нас просили показать эти ножи еще потому что в том ролике мне не удалось охватить абсолютно все вариации этого ножа ну просто не было их тогда в ассортименте магазина и вот сейчас подобный нож появился поэтому мы его снимаем ну и по всей видимости будем тестирование его проводить потому что об этом нас тоже просят кроме того нельзя не отметить что у того ножа который мы тестировали использовалась на клинке другая сталь ну поэтому как не посмотреть что из себя представляет нож от этого очень популярного в нашей стране производителя из южно-африканской республики который на самом деле именно производит свои ножи на каких-то оемных производствах китайской народной республики но тем не менее от этого вот эти ножи не становятся просто китайскими ножами потому что это действительно очень и очень интересные ножи из юар поэтому вот о такой версии с открывашкой клинка за карман мы сегодня с вами поговорим чуть подробнее если что называется вы по ножам honey badger на нашем канале немного соскучились нож на который мы сегодня смотрим имеет такое относительно люксовое исполнение ну по меркам в общем-то весьма недорого на самом деле сделанных ножей от южно-африканской компании на рукояти в данном случае накладки из пластика фрэн внутри два остальных лайнера тут прям классика эти лайнеры утоплены внутрь пластика но тем не менее они здесь полноразмерные никаких вопросов не вызывают замок лайнер лог в свое время отлично отработал у нас в тесте все и вот эти вот наши варварские испытания вполне нормально вынес но при этом по конструкции тут прям натурально прям вообще ничего особенного интересно здесь то что клинок у такого довольно недорогого нажатием не менее имеет dlc покрытие то есть это вот то самое покрытие которое сделано как алмаз что называется она действительно достаточно плохо портится у нас на канале где-то там на заре моей работы на нем есть тест dlc покрытия от разных производителей в котором можно убедиться что если не стараться прямо специально его повредить то сделать это будет крайне затруднительно по крайней мере так чтобы вы действительно потом как-то страдали от того что она у вас не работает и пожалуй самой интересной особенностью этого ножа кроме формы его клинка является тот факт что клинок этот сделан из стали sandvik 14c28n потому что в основном на абсолютном большинстве ножей honey badger клинки делаются из стали 8 chrome 13 молебден ванадий бывают версии со сталью d2 но там такие что называются ножи потверже а вот тут появилось вот такое чудо и на самом деле предметом тестов у нас конечно же будет являться в первую очередь вот этот вот момент ну а в остальном но давайте еще на клипс наверно посмотрим как она работает если вы не видели в предыдущих обзорах как на всех ножах honey badger здесь вот такая переставляемая на другую сторону клипс только в данном случае она черного цвета за что обычно в этой компании принято брать дополнительные деньги ну вот тут это в комплекте потому что нож такой full black что называется сделан я хотел бы показать на самом деле один такой но что ли особенный в момент вот на моем конкретно кармане джинсов если посадить нож вот так вот полностью то я не могу надеть его ближе вот сюда к шоу кармана потому что если я это сделаю надеть то могу но потом при извлечении ножа у меня видите что происходит то есть он начинает открываться зачастую потому что вот этот вот зацепляется в общем периодический край нож может попасть в такое положение раньше времени мне это честно говоря не очень нравится но я думаю что это такой нюанс который связан именно с тем какие лично у меня кармана джинс потому что он не каждый раз возникает но я вот обратил на него внимание но понятное дело что покупают это конечно для того чтобы очень ловко быстро делать вот так эта штука придуманная где-то в 80-х годах двадцатого века эрнестом эмерсоном она имеет невероятную популярность просто потому что но очень эпатажно вот так вот раз и выхватить нож прямо открытым сразу из кармана что еще отдельно приятно в этих вот ну сравнительно бюджетных ножах из южно-африканской республики но это конечно тот момент как они из коробки заточены потому что вот обратите внимание вот этот нож а это такая люксовая версия то есть не самой дешевой сталью с dlc покрытием на клинке с черной клипсой что у этих ножей ценится отдельно и на самом деле крашенными каким-то образом в черный цвет лайнерами я вот тут не знаю точно какой способ сделать эти лайнеры черными был применен потому что на сайте производителя по этому поводу ничего не указано может быть это просто краска а может быть это же dlc покрытие но вот этот нож на момент съемки обзора даже в наши непростые времена стоит 6700 рублей и надо сказать что есть более дешевые версии где вот эти такие мелкие элементы за которые цена увеличивается они сделаны несколько по-другому и понимаете что важно вот эта штука когда приезжает к вам с завода то она вот понимаете довольно неплохо режет последнее время у китайских ножей это прямо вот ну такой приятный момент который существует но тем не менее я не думаю что имеет смысл проводить тест этого ножа по нашей полной программе потому что платформу вот такую мы с вами уже тестировали там совершенно очевидно что будет происходить а вот скажем так обувь из-за этого крюка у этого ножа не самый удобный для некоторых наших экспериментов но я предлагаю сделать какой-нибудь такой режущий тест потому что мы этот нож попробуем переточить посмотрим во-первых нет ли каких-нибудь проблем с термической стали на этом клинке потому что но ножи относительно недорогие и мало ли что там было допущено а второй вопрос что мы с вами посмотрим насколько вот геометрически вот этот нож будет удобен в какой-то такой действительно реальной практической работе потому что пощелкать и по открывать его за карман это одно дело но вот как бы что-нибудь им резать я конечно честно признаться уверен что все будет хорошо но с другой стороны хотел бы снять по этому поводу отдельный ролик так что на этом мы с вами посмотрим отдельно немного позже еще раз друзья говорю о том что если вы хотите поподробнее посмотреть на всю линейку ножей honey badger отсылаю вас к нашему ролику наверное как бы где-нибудь у тут на него вылезет какая-то ссылка ну и точно она будет в описании к этому видео обязательно сходите и посмотрите потому что там я много рассказываю про то какие эти ножи вообще бывают но а тут это такой некий пред тестовый ролик чтобы вы знали о том что в самом скором времени я опущу этот нож в точилку расскажу вам как он точится покажу микроскопию как он режет потом как это все дело выдерживает на самом деле какие-то нагрузочные тесты потом опять микроскопия и вот это все обязательно будет в общем ждите в самое ближайшее время я тоже что-нибудь такое для вас наснимаю потому что ножи honey badger в этом отношении на самом деле имеют такое количество заявок на нашем сайте на то чтобы про них сняли более подробные ролики о том как они работают ну пожалуй можно сказать что почти как никакие другие ну разве что только про ножи спадельку у нас наверно примерно столько же просят но с этими ножами это приятен тот момент что один снимешь и про них почти про все сразу все становится известно ну не про все а по крайней мере про многие с вами на канале сети ножевых магазинов мессер мессер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока